Здравствуйте Игнатий Тихонович! Добрый день Арсен! Как у вас здоровье? Слава Иисусу! Слава Богу! Как дома? Как супруга? Да это все нормально. Все хорошо? Как вы там? Что делаете-то? Да слава Богу, мы пытаемся в рай попасть, стараемся, к Господу. А с работой как у вас? Ну, с работой пока посмотрим. Есть там некоторые предложения, посмотрим. Так сколько же смотреть можно-то? Надо работать, деньги зарабатывать. Надо, надо, конечно. Вы думаете, я не хочу, я очень хочу. Не, решается. Не, работаем, работаем потихоньку. Да, работы же везде хватает. Так, у вас какие-то вопросы духовные есть? Да, ну, прежде чем... Я сразу предупреждаю, у нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Знаю, знаю, знаю. Так, вы не против ничего? Не, не, конечно, все хорошо, Игнатий. Потому что кто против, я выщелк и больше не встречаюсь. У меня времени на это нет. Слушай, пожалуйста, говори. Игнатий Тихонович, мне написали, что хотите с отцом Кириллом по скайпу пообщаться. Сейчас уже не надо. Потому что у них там, сейчас передали с Москвы, там встреча по старому обряду, ему не дает. Я хотел услышать Андрея Кураева, если бы он там был. Я просто не знаю, там у меня контактов нету, как с ним как-то связаться. Может, по интернету посмотрю. Вопрос снятый. Дальше, слушай вас. Так, по поводу Троицы я хочу с вами поговорить. Тут такой богословский момент, просто он всегда у меня в мыслях, начинаю думать об этом. Вот, мы когда молимся, да, там, Сын Божий к Господу молимся, да, как бы, мы когда молимся, понимаем, что если мы к Господу молимся, значит и к Отцу и к Святому Доху, да, молимся? Правильно? Я понимаю. Молитва отдельно есть вообще наш к Отцу, к Сыну Господе Иисусе и к Духу Святому Царю Небесной. А и молитва отдельно всей Троице, Пресвятая Троица, помилуй нас. Не, я понимаю. Не, я другое сейчас имею в виду. Вот, когда я молюсь, например, к Богу Сыну, так? Так. Значит, я молюсь и к Богу Отцу, и к Богу Духу Святому, правильно? Потому что это единственный Бог. Конечно, Бог один. Бог один. Да. А вот, когда, например, отчим нашим мы говорим, мы в конце говорим Отцу и Сыну Святому Духу. То есть, мы не говорим только Отцу, например, когда мы к Иисусу Христу молимся, мы не всегда говорим там с Отцем и с Святым Духом, да? А почему, когда мы к Богу Отцу говорим, мы не отдельно Его еще и там как бы... Ну, где по усталу положено, скажите. На это не надо обращать большое внимание. Молитвы составлены не нами, мы их приняли и все. Угу. То есть, это так думают, да? Да, я так и думаю, и у меня никогда не было никаких споров. Никогда. Угу. Допустим, с католиками Афилиохвы там от Отца и Сына. Ага. Потому что в одном месте Евангелии говорится от Отца, а в другом Сына. Спорить не о чем. Половина Святых Отцов понимали так и так. Не, это понятно. Просто мысли-то начинают там приходить, начинаешь думать. Особенно на молитве бывают, мысли приходят, понимаете? Знаете, я вам скажу, в 141-й Солом говорится, не смирял ли я души моих, как дитя тебя отнятого от груди? Вот ребенок маленький, и он в груди к мамкиной просится, а не смирял ли я? Я не входил в великое, для меня недосягаемое. То есть смиряй себя, как маленького ребенка. Великое, недосягаемое. Вот написано так есть, не пытайся понять как бы. Но это я понимаю. Да, да. Бог непостижим, понятно по своему сестру. У нас есть символ веры воедино Бога Отца, а нам этого достаточно. Понятно. А у вас сейчас сообщение еще пришло, что вы собираете там какие-то как свидетельства, да? Как человек уверовал, какие там эти. Я выставил под роликом, который указал там какой, о том, как раньше у нас отвечали люди, как кто пришел к Богу и к общине. Я это все выбрал и там вставил. 74 свидетельства. Это очень интересно считать. Разные люди. Там ни одного самого... Там читателей можно рассказать, я могу и рассказать как бы. Нет. Там написано все. Тогда не было возможности рассказывать. И кое-что мы на видео записали. Это для священников урок. Они посмотрели и своим прихожанам задали. Напишите, кто как нашел Христа, обратился. И как пришел в церковь. Кому я не говорил, они еще не могут сделать. Вот и доказательство, что делает не то что-то. Павел о себе рассказывает мы считаем в деяниях апостолов три раза только. Игнатий Тихонович, у меня был разговор с батюшкой о крещении. Вот он мне говорит, я ему говорю, крещение действительно только в полном погружении, как и апостолы заповедовали. Да, там умирает человек три раза. Да. Погребается как бы, да, образом. Вот. А он мне говорит, нет. Говорит, например, если человеку там на голову налить, он как бы весь освещается. Нет. То есть, и маленьким количеством освещается весть. Это называется так, бредни пьяных старух. И если он говорит, батюшка какой? Ну, я уже не помню, молодой такой, мы ходили. Это говорит он от страха, и сам он не крещеный. Богохульники они. Вот я крестился именно так, он не покружен. От него беги, как от зачемленного. Это канон. Слово крещение переводится погружение, его переводить не надо, на всех языках стоит погружение. А в русском языке, в славянском, да, духовный смысл несения креста от слова крещения. Из писания какие места мне, вот, когда бывают разговоры разные или люди, например, там я бываю, я людям рассказываю там, да, там. Вы зайдите на наш сайт, заходите? В этот, крестьяне.ру, вот это, да. Крестьяне вот это. Я вам давал визитку, на ней написано. Посмотрите. Да, да, крестьяне. Нет, туда не входит. Когда зайдете, то на первой странице там книга развернута к истинному православию. Вы в нее только ткните. А у меня есть эта книга, я у вас покупал. Вот. А там в заголовках, посмотрите, в оглавлении. Вот я искал как раз, я искал, чтобы ему показать. О, крещение, там первые пять, которые есть. И вы там все найдете. Тут что говорит-то, 136 свидетельств. Это не два, не три. То есть, вы можете там из Евангелия или из Библии мне сказать какие-то... Ну, это вы там найдете. Это повтор. Мне сделали замечание, что я делаю повторы. Я вас отсылаю к книге и отсылаю, зарядите на форуме, зарядите на ютубе. Я везде эти темы осветил. Мне зачем повторяться еще. А, ну все. Там все подробно. Я вас понял. Вот я как раз, когда я к Вере приходил, на самом деле, да, там через ваши пробовали, через Данила Сисоева там, да, через там женщину. Вот вы смотрели свидетельство там вот этой осетинки, Люба называется, если в ютубе наберете, она рассказывает как раз про огонь. Она умерла, она несколько... А зачем мне ее набирать-то? Там миллионы их. Мне это зачем нужно? Я просто говорю, может вам интересно, миллионы... Она рассказывает от Господа слова. Я это знаю. Я выслушал тысячи свидетельств. И мне искать какую-то Любу, мне зачем это нужно? Я знаю, она... Очень интересно. Она просто была мертв-мертвая, если к ней... А, но за счет этого я и сомневаюсь. Она, может быть, была не мертвой, а в лапах у сатаны. Ну, посмотрите сначала, почему вы такие? Сатана разве говорит, идите в православную церковь? Заметьте, вот это обмирание у сектантов у всех, это пограничное состояние. И Серапим Роуз говорит, а тут особенно сверетствует князь господствующий воздух и дьявол. Этому не надо доверяться. Не, я понимаю, что... Нет, ну, она... Я не всем доверяю, конечно. Просто... Все, все, вопрос снят, и не надо мне это. Воскрешение мертвых меня не интересует. Я верю, что будет одно в общем. Все на этом. Да это ладно, ладно. Не смейтесь, это не за христианину. Не надо смеяться. Хохотать, чтобы так грохотать. Это осуждается. Я вам подсказываю, вы успеваете хватать. А то расстанемся и не успеете. Ян Златоуст говорит, ты смеешься, ха-ха-ха. И не боишься, что в открытый рот тебе сатана заскочит. Как грозно было. Поэтому написано, праведник едва тихо улыбнется, а нечестивый в смехе оголяет зубы. Это Библия предупреждает об этом. Плачьте и рыдайте, вот что нужно учиться. А смеяться нет, говорит, горе смеющимся ныне. Это Иисус Христос сказал, горе. И поэтому мы хохочем и горе привлекаем к себе. Завтра нас ждут большие беды. Так быть надо очень внимательным. Мы единственный раз живем, повторения этого не будет. И нужно со всей серьезностью отнестись к сегодняшнему дню. Весь всего дать Господу. Мы не видим, чтобы Иисус хохотал где-то. Этого нету. Написано, плакал. Ну еще там написано, кто радуется, радуйтесь с ним. Но радость не означает смеяться. Господь еще был на свадьбе. Я не думаю, что на свадьбе все сидели такие грустные, все улыбались. Нет, нет, нет. Я не об этом говорю, что смеяться не надо. А просто радость это внутренняя. Мне всегда люди говорят, а почему вы всегда радуетесь? Потому что я люблю моего Господа. Благополучно закончил день. Мне приятно. А смеяться и улыбаться это не разница? Улыбаться и даже смеяться, но очень осторожно. Со смехом особенно. Я знаю, которые есть, они постоянно ха-ха-ха, ха-ха-ха. Там совсем ничего нет. Пустое место. Барабан. Не, я просто по поводу вот этой женщины говорил. Я все сказал уже вам. Тему того, кто приходил просто к вере, я вам делился просто. Я спрошу попутно, вижу. Вы бороду, как мы расстались, трогали? Подстригали? Да. А зачем вы это делаете? Ну, я сейчас отпускаю. Просто у меня как раз вот вы прям хотел вопрос еще вам задать. А можно как-то поухаживать за бородой? Не то, что... А слово поухаживать что означает? Я не говорю короче сделать, а чтобы более аккуратно было, потому что... Что значит слово аккуратно? Я не понимаю, объясните. Поухаживать за бородой? Мы же за волосами ухаживаем. Что ухаживать еще не означает? Ухаживать за скотиной, ее хорошо напоить, накормить. Ухаживать за девушкой, добиться своего. Что значит ухаживать за бородой? Ухаженная борода обязательно она касается бритвы или ножниц. Да. Нормально. Неприкасаема. Борода неприкасаема. Вы ее вымыть можете. Вымытая, все больше ничего нет. А если бороду человек не держит, это смертный грех? Видите, вы начинаете уже здесь искать не с той стороны. Смерть не грех. Поясняю, Арсен. Смерть не грех. Любой маленький грех, в котором нету раскаяния. А что, нельзя голову поворачивать? Можно. Но только Лотова жена стоит. А Господь говорит, вспоминайте жену Лотову. И вопрос снятый. А что означает? Выпил я маленько, где выпил там и блуд. Они идут в обнимку. И вот поэтому бойся. Даже одного грамма алкоголя бойся. Пьяница, старший божий не наследует. Точка. Все. А которые умничали, их давно уже нету. А разве Господь не вино сделал на свадьбе? Людям раздавать? Да. И это кончилось. Это же, я так понимаю, грех злоупотреблять, а не пить. Нет, я поясняю. Это было в Ветхом Завете, еще Нового Завета не было. Церковь еще не было. Церковь будет в Дня Пятидесятницы. А сегодня только иди на свадьбе килихи грузинское справляй. А на тех килихи, говорит, вторые килихи справили во время пьянки драка по Ножовшино. Свадьба справляет. А почему у нас свадьбы справляют? Баптисты справляют. Миллионы свадеб и ни одного пьяного. Грамма воды. Я думаю, есть там какой-нибудь человек, который там выпил чуть-чуть и из себя верно домой ушел. Ни одного градуса, заметьте, я еще раз говорю, ни одного градуса. Вот у меня мама, она из старообрядцев. И она была на свадьбе православной. И в этот день ее пригласили, мою маму. А у нее самой 10 детей, 10 живых. И она побыла на Баптистской. Пришла домой, легла и лежит и вздыхает. Ой-ой-ой. Как хорошо у них. Выходят, поздравляют. Все трезвые. Дарят Библию. А у нас сейчас была наша православная свадьба. Там пляшут, горько кричат. Валяются и переблевались. И чего только они. Что сравнивать-то? Мусульмане 2 миллиарда. Все свадьбы справляют и ни одного грамма нету. Нам что? Тут не надо уже вылупаться из кожи. А они правее нас. Да-да. Все. Я за трезвость. Потому что пьяниц и старство божие на свет. И мне это отрезано намертво. Мы не берем ни грамма пива, ни алкоголя, ни брашки. Ничего этого нету. У меня и так ума не хватает. А выпью совсем дурак. Бывает по-разному, по-разному бывает. Так, у меня еще какие-то вопросы-то были. По поводу бороды спросили. Не прикасайся. Понимаешь? Это лукавство. Тебя крестить нельзя. Пока ты не выйдешь. Ты сейчас под эпитемией должен быть. Бороду трогаешь. Должен быть соглашенными. Соглашенными стоять. На литургии верных ты уже не должен быть. У нас бы ты стоял в коридоре. Понимаешь как? Это не просто так. Давид не запустил, когда бороды попортили. Даже в земной Иерусалим. А мы идем в небес. Может это просто был земной человеческий обряд какой-то? Нет. Это дурак. Как вы помните, приводите и говорите. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Ну, это все, что люди делают, это вымыслы. А закон божий не прикасается к краям бороды твоей. Края. А у вас и не было края никогда. Вы все время режете. Нет. Ну, я в последнее время уже оставляю. Просто вот тут чуть-чуть убрал я. Вот честно вам скажу. Вот тут чуть-чуть убрал. У меня в рот попадал. Ну, я понял вашу мысль. Я вам советую начать молитву. Выпроси у Бога страх Божий. Христос ее не трогал. Апостолы не трогали. Пророки не трогали. Чего умничать-то здесь? Ни одного безбородого не было. Ни одного. Были только три отрока. Сидрах, Мессах и Одинага. Они были евнухами. Их кастрировали. Вот и все. Икона у нас. Мы православные. А вот это вот, это все мусульманское и безбожное. Нам зачем это подражать людям, которые... Ты смотри, вот если будут у вас евреи, зайди к ним и посмотри старые евреи, они волосинки не трогают. Для нас пример Христос. Совершеннейший человек. А бородобритие называется блудодеянная ересь. Это связано с женщинами с блудом. Вот люди, которые бреются и прочее, они показывают. Я блудник. Это одно и то же. Протопо по вакууму. Он даже благословлять не стал. Едва Пашков у него жизнь не отнял. За то, что сына его бородобритого не стал. Не вижу скобленное лицо. Я не вижу образа Божия. И не стал. Это правильно. Это герой веры. Я на военном билете даже с бородой и весь сказ. Я не буду. Был я в лагере. Меня с селом брили. Все на этом. Но я не виной. Надо мной насилие делают. Так, дальше слушаю. Помнилось, помнилось. Так, дальше мне вопросы задавали. А, да. Вот, например, когда с человеком общаюсь с неверующим. Да? У меня так бывает. Как бы я общаюсь с людьми. Там рассказываю о Боге. Какие лучше именно из Евангелия или из Библии приводить слова Божие, чтобы как бы Дух Святой как бы через эти слова... Я понял. Вы прища Соломона 1.7 запишите себе. Так. Прища Соломона 1.7. Почему? Начало мудрости страх Господень. Как в Великой Пиме говорил. Чуть Соломона 1.7 стих 1.7. Если страха Божия нет, а ты только говоришь о любви, Игнатия Бричаина говорит, начни сначала. Не обманывай себя. Нас более побуждает к спасению угроза ада, что я умру и я пойду в ад. Я через это и пришел к вере. Я через это тоже пришел. Это правильный путь. Совершенно правильно вы сказали. А если говорит, ну я понял, в раю хорошо я пошел. Это обман, он никуда не придет. Начало мудрости. Венец мудрости. Средина мудрости. Все страх Божий. Ну там я когда святых отцов читаю, они говорят, есть два как бы страха Божия. Страх, который вот вы говорите в ад, и страх, который человек как бы не хочет как бы обидеть Господа, как бы его не огорчить. Вот страх как бы не в том понимании в людском, а как бы страх в любви что ли. Это потом, когда ты будешь спасенный. Да. Вначале ни о какой любви человек говорить не может. Он приговоренный. Неверующий в Сына Божия представляет его лживым. А лживый, значит, он не умеет. Позже, а святые, как бы любовь, они же тоже как бы… Я говорю, когда обратишься, примешь крещение, будешь причащаться, тогда о любви будешь говорить. А, да, да. А пока человек о любви он не мог говорить, сын, пока находился с блудницами у свиного корыта, блудный сын. Но когда он пришел к отцу и сидит за столом, теперь любовь. Любовь отца, любовь его ответная. А то это любовью играет, они не знают, что такое любовь. Господь говорит, я ненавижу грешников, не грех. Как сектанта учит, не только грех, но грешника и уничтожает его. Потоп, Содом. Я спрашиваю, вот идут гей-парады. Почему на 2 миллиарда мусульман ни одного гей-парада нету? Не знаете? Даже двое, всего лишь двое будут найдены, что они этой мерзостью занимаются. Они сразу будут казнены. Аж почему? В Ветхом Завете так сказано. Гомосексуалистов преследовал Сталин. Их полностью уничтожил Гитлер. Вот как. Это изверги. А сегодня власть поддержит эта заразная Америка. Она проклятая Богом эта Америка будет, если она не перестанет развращать людей, войны устраивать везде. Она будет или потоплена, или сожжена. Куда пришита основа ли ее не православные, а сектанты, масоны. И поэтому она ведет себя так нагло. Я был в Америке. Да. Там порядочные люди есть, хорошие. Ну а сама политика масонов вот эта, она убийственная. Они везде вмешиваются. Везде пытаются насадить свой образ жизни безразмерной в грехах. Ну видите, Господь как сделал? Сделал так, что через конфликт, через это отгородил, как бы, многие страны от Запада. Он отгородил. Сегодня лезут туда и по эфиру все слушают. Я слышал, как американские женщины выступили и говорят мусульманским женщинам, какие вы счастливые, как вы одеты. А нас разделили. Ее на работу не принимают, если она в платке. Если на грудь. А шейник вот как должен быть. Вот он вверху застегнутый. Меня тоже мало где примут на работу. А у женщин вот как вот воротник, это воротник вот этот. Он идет вниз вот сюда вот, а потом кверху. Таких воротников не бывает. Это все сатана делает. И она говорит, мы вам завидуем. А мы, американские женщины, в посмеянии. Вот и все. Посмотри, как одеты мусульманки. У нее одно только лицо вот открыто где, а в другое еще и вот так закроется. А что это правильно? Правильно. Это в Библии написано. Истинно православные люди тоже так как бы женщины одеваются, закрываются, как и должно быть. Да, да, да. А вот какие еще из Евангелия может какие-то еще стихи, чтобы людям как бы рассказать? Людям в первую очередь нужно сказать. Вот у меня, если вы зайдете на форум и там тема… Не, я как бы не всегда могу с интернетом зайти и смотреть как бы. А вот именно с книгой могу как бы. С книгой. Но зайдите в интернет, на форум-то там, в оглавление в начале. И там посмотрите, как обращаться с людьми. Вы один раз перепишите себя, у вас в Библии есть, будете открывать места. Например, как беседовать с теми, кто не верит в Бога. Вы спросите, вы верите, что есть Творец, создавший землю. Не верю. Вот как с ним беседовать? Это отдельная тема. Даша, сейчас не перебивай, это нельзя делать. Другой говорит, я верю, но я не верю, что Библия это от Бога. Как с ним беседовать? А другой говорит, я хотел бы, но слишком тяжело, вот у вас там то нельзя, а другое нельзя. Как с ними беседовать? А другой говорит, я уже пробовал, у меня ничего не получилось. Как с ним беседовать? Я разбиваю людей на 24 примера категории, и как с каждой беседовать? Какое место Библии взять и поставить на колени? Вот как. А это где мне найти? На форуме, заряди форум Игнатия Лапкина, по-русски напиши в Яндексе или в Гугле, форум Игнатия Лапкина. И когда тебе на форум зайдешь, ты можешь не регистрироваться, в течение одной минуты найти. И в самом начале там оглавление дается, а по оглавлению теперь иди. Если ты не думаешь ничего писать, регистрироваться не надо. Там каждый день приходит в среднем 200 человек. Конечно, это мало, но у меня спора нету. Уже 4 месяца ни один человек не выступает. Это отдельный форум или это форум с крестьянами? Это отдельный форум. Если вы на сайте будете, то вверху написано форум Игнатия Лапкина. У него к ней уже на форуме. Все, хорошо. Тогда там посмотрю и запишусь. Да. И сам написано Ютуб. У него к ней уже в нашем Ютубе. Главное сайт, который я давал визиточки вам. Вот там. А вот есть еще люди, которым тоже хотят прийти к вере. Вот Господь коснулся их, видя их порывы, желания. Они далеко чуть-чуть. Они что-то спрашивают у меня, созваниваемся. Например. И спрашивают. Но мне легче будет. Например. Есть человек, который находится в тюрьме. Ему не всегда удобно. Но у него есть возможность читать. А у меня этих книг мало. Как бы. И я написал. Мне сказали. Вот такая сумма. В данный момент нет у меня такой суммы. Да. Вопрос снятый. Да. В тюрьму не посылаю никогда. Да. Вот думаю. Я нахожусь в миллионных долгах. Кого спрашивают? Не. Да. Я помню. Из книг, которые я издал, 90% я отдаю бесплатно. Уже отдал в библиотеке. А остальное сегодня спрашивают там по мелочи что-то. Вот я хочу спросить. Вот трехтомник, который я у вас брал. Да. Кроме вот это к истинному православию. Именно трехтомник. Евангелие. Вот это. Вот толкование. Вы спросите у отца Кирилла. Я ему оставлял запасные. Попросите. Скажите. Я вам благословил бесплатно. Скажите. У отца Кирилла они лежат. Я ему отдельно дам несколько экземпляров для нуждающихся. Бесплатно. И вы получите. Хорошо. Просто чтобы не легче было там-там давать. Потом могу заплатить. И им давать. Вы на форум зайдите. Вы найдете именно для себя. Конкретно. Ваш вопрос. Там написано поисковик. В него только вставил слово и уже на месте. Как это может отрицать. Когда нам такую поблажку Господь дал. Хорошо. Просто так бы как и вы учите людей например. Слава Божьему то что надо говорить. Надо там проповедовать. Я тоже стараюсь. Вот так. А сказок. Меня беспокоит что вы не работаете столько. Как это так? Я работал. Я работал. Я когда вы тоже приезжали я с работы приехал. Просто зимой у нас это как бы больше сезонная работа. Зимой работы мало бывает. Строительство. А вот уже начинается ближе к весне. Уже мы начинаем работать. Вы на строительстве были? Да. Это замечательно. Это третье по значимости. Первое это сельское хозяйство. Второе текстильная промышленность. Прикрыть тело. И третье жилище. Я строитель сам профессиональный. Я всегда был с куском хлеба. Мне не давали работать прорабом. Я окончил. Я работал пищником. Это всегда деньги. Везде спрос и уважение. И накормят и еще дадут. Да. Ну Господь не оставляет работу. Бывает. У нас как говорят. Если Господь все закрывает. Фортышку открывает. Хотя бы. Не все закрывает. Там бывает работы нет. Что-то там найдется. Кто-то там позвонит. Всегда не оставляет Господь. Так. Ну хорошо. Я понял. Тогда я насчет книг спрошу. Если что. Тогда я может там денежку. Вы можете скачать их с сайта. Там я выставляю отдельно где находится аудио у нас склад. Вот. С него возьмете. Что можно было бы все абсолютно отдали. А если что. Чтобы мне. Если там у меня деньги появятся. Чтобы я вам отправил там. Чтобы книги вы отправили. Сколько можно стоит? Я вам данные дам. И тогда отправите. Порядок такой. Вы ознакомитесь в интернете с книгами. Заказывайте что надо. А их уже немного. И пересылайте деньги. И только после этого я уведомления получаю. Уже все. И тогда отсылаем. Порядок один. Пока сбоя не было ни разу. Господь милостивый. Угу. Я вам что-то написал. Я не понял. Там вот этот трехтонный. Как? Сколько стоит? Только у меня скажите. Я скажу его перешлю. Это здесь находится. Так. Я хотел вас спросить. Да, да. Вы когда работаете, зарабатываете. Вы знаете что одна десятая вам не принадлежит? Да, знаю. Сразу священнику отнесите. Иначе, ну, близких отношений у нас не будет. Потому что Бог этих людей называют ворами. Ворами у Бога. А с ворами я знать не хочу. Написано, видишь вора, сходишься с ним, с прелюбодеями сообщаешься. Угу. Господь осуждает за это. 49-й Псалом. Десятина, если есть, никакой торговли в храмах не будет. Будет полный порядок. Все будет. Десятина, она святая от Бога. А торговля, она не от Бога. Христос ее выкинул оттуда. Как мерзкий. А вот, если я, например, работаю, я, например, с кем-то работаю, с близкими людьми, да? У меня нет как такового зарплаты, например, да? Или там в дом идет. Как мне определить, вот сколько я заработал? Вот десятину эту я лично свою десятину отдаю. Я понял, на руки, на руки сколько получили. Вот от этого десятую сейчас. Вот сколько мне дали на руки, да, там? Которые на руки получил, а не то, что там где-то записано. Кто бы ты ни был, в бригаде ты паденно получаешь. Что на руки получил, сразу отстегни. Отстегни десятину. Получил десяти тысяч, одна тысяча принадлежит священнику. Сразу отнеси. Не вздумай брать копейку. Это ты вор будешь. Страх Божий имей. Я сказал, первый это страх Божий. Я почему должен вам объяснять? Я никого в пример не могу брать. Вокруг меня люди все отдают. Я услышал, вопрос снятый. Меня Бог теперь спросит. Вот сейчас батюшка приехал. У батюшки свое хозяйство, свое овечки. У меня ничего нету. А батюшка мой родной брат. Родной. Я Игнатий Тихонович, он Аким Тихонович. И я с пенсии за двенадцать месяцев вперед ему отдал. Подсчитал и ему тоже обложил. И все. Он бы сказал, да мне не надо. Ты не имеешь права у меня не взять. И он тут же взял. Потом, когда я нуждаюсь, он мне в десять раз больше даст. В сто раз больше даст. Но я должен отдать. А это уже его благотворительная помощь будет. Вот так. Такой порядок. Мне нужно покаяться то, что я до сих пор действительно не давал, например. И дальше уже начинать давать. Если ты не давал, подсчитай сколько не давал. И наложи это. И отдай. Высчитай. Ты должник Богу, не членщиннику. Ну в моем случае это очень сложно. Я часто деньги не брал. Например работал с близкими. Я зарплату не получал. Почему? Ну все в семью ходило. Как бы там. Я работал там. Я так не бывал, чтобы я работал у кого-то там. Я работал с нам там у отца или там у близкого. Я не знаю тогда. Как так? В таком возрасте я не работал. В наше время... Работать то работал я. Вы не поняли меня. Я понял. Как? Вы должны на производстве работать. Раньше это считалось тунеядцем. А что у отца дома это не счет. У отца дома работает выходной день. В субботу, не воскресенье конечно. Или ночное время. А на работе ты каждый день 8 часов должен отдать. Это сейчас такая расхлябанность. В наше время два дня ты не работал. Тебя уже под суд отдадут. Ну то есть примерно мне посчитать сколько я помню. Посчитать. И десятину отнять. Да. Десятину отнять. Вот сколько на руки получал. У отца там где не получал, значит спроса нету. А если получал, это твой заработок. Угу. Хорошо. Я понял. Где я не получал... Нет, это не надо. Зачем бы я вам это говорил. Я говорю по страху Божьей, по любви к вам. Да я понимаю, Игнат Тихнич, я понимаю. Спасибо Боже конечно. Все, дальше вопрос закрыт и к нему не возвращаемся. Хорошо. Я понял вас. Да. Вопрос закрыт для меня. Я понял вас. Так. По какому у меня вопросу еще был? Да. По поводу этих книг, вы может прослушали. Там, говорите, написана цена вот трехтомника отдельно? Да, все написано отдельно. Отдельно, да. Цена сейчас с инфляцией вместе, она маленько изменится будет. Да. Потом трехтомник будет стоить 2700. А как вам, как ваша поездка? Вы помните, приезжали-то, потом поехали в Американский или где вы были, получали в визу? Да, где вы были. Вы тогда уже не встречали, когда мы возвращались? Нет, нет, уже не встречались. Главное прошли Турцию, Турцию. Ага. Видео некоторые смотрю, да, в Грузии. В Греции, в самый юг прошли Капином. А потом переплыли море в Италию, дальше Франция, Испания, Португалия. И дальше мы поехали опять, остановки были в Германии, во Франции. И пошли на Скандинавию. И там у нас на Скандинавском полуострове в Швеции сломалась машина, мотор полетел. Это такая для нас была потеря. Но все-таки советники были, у нас было кое-что эвакуаторами, нас дотащили до порта, на порту затащили. А оттуда уже знакомые в Литву перетащились, когда оттуда с Калининграда, чтобы советские были. За рубежом-то нет этих деталей. А там шестерня распределения в моторе полетела. И в Калининграде нас отремонтировали. И мы пошли тогда в Прибалтику, прошли из Эстонии, уже мы вышли в Россию. Но в России у нас еще одна поломка была. И нам пришлось изменить маршрут. Мы пошли домой. У отца Кирилла остановились, я побыл там, не знаю, сколько-то часов. Мы боялись за машину. Нам советовали даже оставить ее. Обещали послать денег и купить иномарку. Для меня это даже немыслимо, чтобы я на это пошел. Но Бог услышал молитвы и нас вернул. А там обращения были какие-нибудь? Это Бог только знает. Что значит обращение? Мы были среди верующих, а где встречались только один раз. Откуда я знаю, какой результат обращения? Это не у пятидесятников. Может кто-то услышал вас потом, вы узнали, что на следующий день человек пошел, покрестился там? Нет, это я не знаю. Где мы были, они все крещены. Они из Германии. Вот к нам приезжали в Потеряевку, на Алтайский край. И они крестились здесь. Мы были у крещеных. А где были не крещены, они собираются в этом году приехать. А в Армении вы проповедовали, Гдан Тихонович? Только в библиотеке и с кем встречались в других местах в Армении. Я про Армению хотел вас спросить. Там неблагополучная очень обстановка с Азербайджаном. Да, да. Мы были в Армении и нам пришлось заново вернуться в Грузию. И из Грузии тогда идти в Азербайджан. Иначе Азербайджан не пустил бы. Нас допрашивали, сколько мы были, с кем встречались. Армянское КГБ с нами беседовало? Нет, нас там по нитке растерзали. А в Армению заходили, ничего не было. Мы там в Севане искупались. Там ребята брали, я не брал. И у нас все это сохранилось. Фотографии там на библиотеке армянские женщины и девушки как с нами были. Я хотел вас спросить. Вот сейчас будет конфликт в Карабах. Вы пойдете воевать за Армению? Ну, если я увижу, что там убивают, например, людей невинных, там идет убийство. Не то, что я иду защищать там какой-то кусок земли. Как говорится, наша Родина на небе. Но может и поеду. Я не знаю. Может и поеду. Защищать людей. Не то, что нападать на кого-то и убивать его. А защищать это же не грех, это проявление любви. Ну а защищать как? Защищать это значит убивать. Так что этот вопрос хорошо обдумай. Потому что вы в возрасте, когда вас могут призвать. Вы этого знаете, который нырял в чемпион-то многократный мир, спас, когда автобус... Армянин, да-да-да. Как его звать-то? Шарват какой-то? Да-да. Забыл. Вот это подражать. Вот герой настоящий. Шаварш. Шаварш его зовут. Это настоящий герой. Игнатий Тихонович. Вот в Евангелии написано. Нет больше любви, чем когда кто-то положит свою душу за ближнего. Да. То есть это самое высшее проявление любви. Как и Господь отдал свое тело людям. То же самое. Если человек, например, идет на войну, он понимает, что он может умереть. То есть он из любви к этому идет. А если кто-то из других побуждений идет, например, там, ему нравится убивать. Он пойдет и убьет человека, там, например. Ну, война, ему нравится война. А другой пойдет из любви то, что видят, что там, что народ убивают. Жизнь, Вертас. А ты пошел жизнь отнимать у другого. Вот как понять? Сидят в лагере у фашистов. Ему пришло время идти в печь. Но у него, кажется, это... В Освенции не было. Его Максимилиан звать Гольби. Так мне говорили. И он, священник этот, священник Максимилиан. Он от себя эту бирку ему отдал. А его взял на себя. И за него пошел в печь. Вот отдать душу как. Он никого не убивал. Другой пошел как? Среди прокаженных. Среди людей, которые зараженные СПИДом, никто не хотел работать. А он пошел туда, как Альберт Швейстер, будущий лауреат Нобелевской премии. Вот он жизнью жертвует. Вот как надо понимать. За ближнего положил жизнь свою. Никого не надо. А я взял ружье просто так. Ты не просто так. Ты уже взял ее убивать. Тебя я спрашивать не буду. Ну или, например, я иду... Ладно, такой пример. Я понял вашу мысль. Вот я, например, иду с девушкой или со своим братом или с другом. И ему угрожает его жизнь. Я понимаю, что его хотят убить. Я понимаю, что я рискую своей жизнью, например. Я разве не могу, например, защитить его жизнь из любви к нему? Понимаете, вот искусственно состроить композицию из этого... Не-не, это очень часто бывает. Я говорю, часто бывает. Я-то жил на этой земле и много ездил в разных республиках. Почему у меня этого не было? Я попадал в передряги, когда между русскими и киргизмами была драка. А меня не тронули. А меня никто не знал, я первый раз там. Понимаете, со мной ангел-хранитель. И я верю, без ведома моего Бога Всемогущего ко мне никто не прикоснется, как к зенице ока прикасаться. Я был в очень сложных обстоятельствах. Вот захватили меня с ножами. Ну что там, четыре человека, а я один где-то. В это время один подбежал, что с ним разговаривать? Потом сказал, отец, это вы. Так, а ну-ка отойдите все. Вы знаете, кто этот? Этот человек нас спасал. Они меня до дома идут с ножами провожают, чтобы меня никто не тронул. Это с доктором Газом было так. Я это испытал. Надо сеять доброе семя. Всегда пожнешь, что посеял тогда. Я не знал, что с ними встречусь, что тут будут ножи какие-то. Такая угроза. Я никогда об этом не думал. Как? Я встал и пошел. У человека тоже как бы не думают. По-разному бывает. Мы сейчас были в Азербайджане. Говорят, и вас так выпустили. Не просто выпустили, а еще иконку попросили. С миротащивой ваткой. На таможне. Вот. Как они с нами обращались? Плохо ли обращались? Ничего плохого не было. Мы были хорошо и в Армении, и в Грузии, и в Азербайджане. В Азербайджане... Я здесь, например, могу с азербайджанцем очень хорошо общаться. Но если я, например, поеду... Я так думаю. Если я поеду, например, там на границу, они прочитают мое имя и фамилию. Я не думаю, что они мне скажут, ой, дорогой, как у тебя дела? Ну, рассказывай. Давай, чай попьем. Я понял. Но они нас тоже не приглашали. Сколько будете? Как? Мы уезжаем с другой стороны. Мы пошли на Дагестан. Сколько будете? Два дня нам хватит. На два дня и все. Мы ночевали в доме у мулы. У мулы ночевали. Беседа. Это все записано. Азербайджан для нас как доброе воспоминание осталось. Там я в мече сходил. Были в комнате, где молились. Это уже в Дагестане. В моленной комнате. Комната для намаза. Директор библиотеки разрешил. Открыли. Мы разулись. Все засняли. Это все в интернете стоит. На нашем канале. Ютубе. Ты бываешь на нем? В Ютубе, да. Я много смотрю. Я Геннадия Фаста смотрю. Вот так. Понимаете, это все зависит все-таки от милости Божией. Да, конечно. А сам себя ты не сбережешь. Иначе сверху кирпич упадет. Я верю в Бога. Вот такое путешествие. А мне ездить нельзя. У меня операция на позвоночнике. Мне только лежать или стоять. А я проехал сто семнадцать тысяч километров. И вернулся живой. И все еще поклоны совершаю. Это Бог. Это невозможно. Никто не верит. А Господь дал и никто и не знает. Даже не видит, как я кланяюсь. Это мой Бог. Он меня любит. Да, согласен. Вот я тоже читал у святого. Я не помню. Он говорит, например, нельзя молиться и говорить, Боже, если, например, засуха, да? Говорит, Боже мой, вот сделай мне колодец, например. У меня воды нет. Я умираю от жажды. Семья говорит. Вот ты иди ямку сделай и потом помолись, чтобы Господь эту ямку воду налил в эту ямку. То есть имеется в виду. То есть человек должен еще сам тоже работать. Не все укладывать на Господа. Говорит, вот, Господи, ты это... Вот, например, вы не говорите там, я буду сидеть, Господи, а ты отправляй мне людей, которые хотят уверовать. Вы сами идете... Я сам иду. И проповеду. То есть вы свою лепту, как человек, делаете для Господа. И Господь мир будет. Хотя это осуждает. То нельзя делать другое. То есть люди, которые сидят дома, они впадают в такое искушение, начинают судить. Я что могу знать? Тем более знаю, что человек-то хороший. Не пободрствовал. Сатана сел на него верхом. И рот ему раздирает уделами. А из него салавайте сыпется. Ему придется болеть. Я заранее знаю. Он будет болеть, этот человек. Почему? Он сделал плохое дело. Он был препятствием на пути благовестия. А вот не так. Там Евангелие раздавать нельзя. То есть он куролесит. Я что могу сказать? Я могу о нем только молиться и плакать. Я ему не могу даже отвечать, чтобы он в моих словах не увидел презрения к нему. Вот есть такой святой Исидор Пайлосиот. Он говорит, что предвзятость, заранее настроенная, не дает здравого мышления. А злоба вообще отнимает разум. Вот и все. Злоба обуялась человеку. Он городит, плетет, обвиняет что-то. Ну, это ангел сатаны дан мне в плоть. Я должен благодарить, а его жалеть, что у него такая роль выпала ему. Нечистым сосудом быть. Нечистые уста. Он поносит меня там. И архиепископ там один. Ну, Господи, прости его. Не вмени во грех-то. Он не знает, что делать. Не пободрствовал. Сатана залез в него и рот ему дерет теперь. Язык не так перекладывает. Это мне награда. Блаженно, когда имя ваше понесут как неугодное. Это все временно. Это все такое временное. Даже говорить не о чем. А я бы обижался. Зачем же это делать-то? Да. А вот поэсия Святогорец, знаете, вот наш святой наших времен. Да, его канонизировали вчера только, кажется. Да? Да. Вы знаете, вот слышали о нем, я имею ввиду? Я говорю, на моем форуме поставили. Он канонизирован. Понятно. Я просто не видел. Вот он говорит, например, если ты военный, добросовестно выполняй свою, будь храбрым. Добросовестно выполняй то, что Господь, вот у каждого своя роль. Господь же не просто так создал государство, создал там милицию, да? Это же все, Господь же попустил. Да. Чтобы не было хаоса. Например, тот же военный, например, если он военный, Господь, значит, его поставил военным, да? Он нападает на его страну. Он защищает. Тут другой защищает. Защищает, Господь даст кому, но не христиане, это не христианское дело. Христиане не может убивать, не убей, мертво. А Господь говорит, было ненавидеть врага, а я говорю вам, а я это защищаю. Те, которые были военными, как... Так, все, вопрос решен, у меня найдешь. Там к истинному православию посмотри, а я говорю вам, в этой теме все сказано. В этой теме более подробно нельзя ответить. Хочешь воевать, ты за это, ты пойдешь туда и там и сложишь голову, не знаю за что. Вот так. Ты уверовал, ты доверься Богу. А как же на нас Гитлер пришел? Да он не родился бы, даже эта ночь была бы бесплодная, мать не защищала бы и не родила. Вот и все. Ты рассуждай глубже. У Бога это все вымерено. А на нашем беззаконии Бог посылает разные народности, другие поднимаются. Вот сейчас говорят, защищаться надо. Я выставил материалы. Напротив одной зауральской дивизии, одна до Байкала там дивизия, 109 китайских. Самых современных. 109 и 1. Еще непонятно. Это бамбуковыми палками задолбят. Кого ты можешь охранять? Тут явно дело, что даже говорить не о чем. 109. Так они один за одним сплощен. А у нас в армии друг друга убивает недовщина. Что попало? Пусть они соберут попы. Церковь пять раз. Хотя бы один день. Одних мужиков хотя бы человек сто. А мусульмане собирают каждый день миллионы. Миллионы. Нам сравнивать себя не с чем. Мы никто. Просто никто. Нуль. Против их. Какие они дружные. В армии попробуй троню одного чеченца или кого-то. Они как один стал. Там русских друг друга забивают, убивают. Это и жившая нация себя. С Россией покончено. Они уже говорят как противоречие. Так у меня противоречие получается внутри то, что вы говорите. Вы говорите вот. Они защищают друг друга. А сейчас говорите. Нет. Нельзя защищать друг друга. Я говорю не о христианах. Они не христиане. Но христиане не имеют права разве защищать христианин? Защищать, но не убивать. Вот найди этот предел где. Найди этот предел и не переходи. Не убей. Я не сказал, что нельзя его ударить. Нельзя свалить, связать, вызвать там в милицию кого. Все можешь сделать. Но не убивать. Не убей. Остается в силе. Ты не понял, значит. Но это твоя участь, раз ты не понял. Я тебе сказал. Я же не поставлен спорить. Я возвещаю. Я не спорю. Я просто в разговоре с вами хочу для себя найти истину. А христианин не имеет права убивать. Запомни это хорошо. Взявши, я говорю, меч от меча погибнет. Ведешь в плен, сам пойдешь в плен. Тут другая, а как армия. А как в Америке наемная армия. Нанимают, платят им. Тут тоже хотят всю армию сделать из добровольцев. Чтобы в армию они шли как контрактники. Так и было во всех государствах. Где не посмотришь контрактники. Я понял. А вот когда вот Павел Святогорец говорит, добросовестно выполняй свою работу и будь храбрым. Почему тогда он не говорит, брось свое дело и уходи. Но он говорит, нет. Если ты солдат, ты будь храбрым на войне. И как бы выполняй волю Божию. Откуда там не написано, на войне храбрый. Этого не написано. Это добавили. Храбрый ты должен по этому пункту и пройти, где ты храбрый. Не стонать. Я не могу сегодня. Второе. Мы в две смены работали каждый день. И не стонали. И у нас деньги всегда были. Работать. Руками работать умом. А там уж что будет, то будет пускай. Работать без устали ночью и днем. Почему я спросил вас о работе. Вы должны быть обеспечены. Прокормить семью. Заплатить налоги. Отдать десятину священнику. И вас чтобы осталось еще и для милостыни. И кое-что мощать делать свое производство. Надо уметь зарабатывать. С честным трудом. Да. Понял. А вот когда в Евангелии Господь говорит. Вот я раньше говорил, не берите меча, ничего не берите. А сейчас говорю, меч, берите два меча, да? По-моему, так? Да. И что? А что это означает? Это означает следующее. Что на двенадцать апостолов два меча недостаточно. Это Великую Отечественную войну. Двое, трое сидят в окопе. Когда одного убьют, другого им винтовку возьмут. Это означает, что на вас будет гонение. Они не понимали. И им делалось это в видимом. Вот он говорит, вы пойдете как слепые ночью в плен. А как это в плен? Да у нас же стены вокруг. Проломаете стену. И пророк говорит, соберитесь, я вам расскажу. Залез в узел, связал там что в одеяло. Изнутри киркой стену пробил. И оттуда весь пыльный вылазит и пошел. Потом отошел. Ну, поняли, поняли. Вот так городскую стену будете проломать и бежать. И царь побежит. Его поймают и глаза ему выжгут. Людям нужно показать. И поэтому два меча показывали. Вы не понимаете, а вот теперь два меча для чего? Что на вас будет гонение. Гонение будет. Это всего лишь... Ни о какой защите речь не шла. Петр схватил меч. Господь это вложил. Он не нужен меч был. И тоже ему исцелил. То есть повреждение было ненужное у Малха. Что тут не понятно. Их 12, а два меча. То есть Господь этим... Довольно. Означает бесполезно с вами разговаривать. Все равно еще не понимаете. И хватит об этом болтать. Вот смысл какой. Они не понимали речи Христа. Он говорит, почему вы не понимаете речи моей? Потому что не хотите слушать? Сердце закрыто. Да. То есть когда говорил, берите два меча и все остальное. Он имел ввиду, что на вас будут гонения. А он не говорил два. Если у вас меч, апостолы говорят, тут два. Он говорит, довольно. Ну как на 12 довольно? Да любой военный скажет два автомата, на 12 человек это недовольно. Ну как на один автомат 6 человек? Это же не пушка заряжающая, подносящая и прочее. Это речь шла. Посчитай толкование о том, что гонение будет. Они не понимали. А наличие оружия в руках говорило, гонение будет. А, то есть Господь этим самым хотел сказать, что на вас будет меч. Поверьте, убедить их хотел. Убедить. Больше тут ничего не было. Угу, по-моему. Угу, почти. Хорошо. Так, еще какие у меня вопросы были. Ага. Так, по поводу Вора спросил. А, по поводу Армении, да, я тоже хотел спросить еще. В Армении, значит, вы когда были в Матенадарин у нас? Где этот? В Ереване мы были. Да, да, Матенадарин это означает библиотека как большая. В библиотеке были, с библиотекарями. И мы сразу повернули обратно. Другой цели нашего прихода не было. Мы не ночевали, не были. Мы сразу выехали, доехали до озера и там ночевали. От озера отъехали, там в одном месте справа такая площадка была, какое-то строение там, что-то там его видно даже. И потом дальше уже выехали мы в Грузии. А там вообще не собираетесь какая-нибудь, может кто-нибудь из вашего окружения там напробовать? Никто не поедет никогда и я больше не поеду. Дом это вызвать некого. Кто занят это, что одни и те же люди ходят три человека. Это все от ревности. Ревности нет, тебя кто пошлет. Понимаешь, у меня была ревность. Эта ревность моя побудила меня организовать вот эту поездку до Тихого океана и до Атлантического. Или проехать с дарами. То есть вы общаетесь только с верующими людьми? Ну где заходим? А это в городе имею ввиду. Библиотека, на пути кто и в церкви, где нас знают. Я приехал вот в Лиссабоне, Португалию. И сразу прям меня вытащили вперед и перед людьми. И тут же проповедь сразу говорил, что шла служба. В Грузии, в Билиси также, в Москве у отца. Ты был там? Нет, когда я говорил проповедь? Хоть раз. У отца Кирилла был? Нет? Нет, на проповеди не было. Я когда приезжал, мы отдельно общались. Ну только на обеде, да? Нет, ну кроме этого мы еще отдельно сидели там, записывали. Ну-ну. Общались там, я людям рассказывал. Да, там еще с людьми приезжали вам. Я знаю. У кого вопросы были. Ну такое, где мы были. А так, мы проезжаем. Какие верующие-то? Вот нам давали адреса в Эстонии, где мы сразу заезжали. За нас заплатили в Финляндии, а мы не могли доехать, и у них деньги пропали. За нас что заплатили за переезд на пароме. Вот так. Машина сломалась. Мы были сильно-сильно обескуражены этим. Угу. А вот вы вообще с армянским священником вообще общались? Был у вас опыт общения? Нет, с армянским священником нет. Вот здесь, когда собираются вместе, ну я знаю, тут новый большой храм армяне построили, приезжал их католикос, в Варнауле здесь был и прочее. Мне многое непонятно у них. А крещение делает хуже православных даже. В чашку руки опустил, в чашку, а он мокрой ладонью ее провел и все, стоит девчонка. Сейчас то же самое в России делают, просто наливают на голову человека и говорят… Даже не наливал. Даже девчонка стоит, это в интернете я нашел, она руки в чашку положила с водой-то и вытащила, все, а он ее ладошкой мокрой провел по лицу, даже ничего не выливал ей. А вот я, вот смотрите, как раз, вы прям вводите меня, приводите к моим вопросам, я вспоминаю. А вот, например, человек, который не крещен, то есть полным погружением, перекрещивать же надо, перекрестить? Он не перекрещивание, не было крещения, обман. Крещение, повтори, это погружение, где крещение стоит, поставь слово погружение. Я всегда как раз со священником, у меня часто бывают разговоры, они говорят нет. Крещение убери, Арсен, убери крещение, а поставь слово погружение. Погружение. Ну, погружения не было, а я буду считаться погруженным, а как будешь считаться? Патриарх крестит где-то там в Владивостоке, в Хабаровске был, ребенка держит так боком и ладошкой это, да патриарха отлучать надо сразу за искажение таинства, как грешника, развратителя таинства Господня. А стоят митрополиты, смотрят, это уже привычка жить во грехе. Ой, патриарх трясутся, да ну судя Божьим он отвечать будет больше, чем я. Я обыкновенный простой мирской человек, я боюсь, а он не боится. Ну, на ком больше ответственность Господь возложил, тот и больше. Много дано, много дано, много спросится, что тут непонятно. Так, все, вопросов нет больше? В принципе, нет, наверное. Ну, все тогда, если что-то будет срочно, не раньше, чем через месяц, в это время можете зайти. Отцу Кириллу низкий поклон, мы его всегда помним. Хорошо, хорошо, постараюсь поехать. Во славу Божию. Во славу Божию. Четвер, выключайся. Продолжение следует.